Всем привет! С вами Ольга Чернова и мой очередной выпуск Огородной Азбуки. Сегодня 16 ноября и сегодняшняя тема вот этого небольшого видеоролика такая самые компактные сорта томатов. Мы уже разговаривали, делили часто их на группы. Кто-то выбирает самые крупные, кто-то выбирает самые ранние, но кому-то нужны и самые компактные. И вот в качестве примера я сейчас свой видеоролик летний, вот этот, который когда же был опубликован, 6 августа в этом году я снимала, я называла «Получаю пять ведер томантов с одного метра земли». Там я говорила именно об урожайности. Но сейчас, когда я хочу рассказать и выделить все компактные сорта, которые вообще я выращиваю, мы будем говорить не про урожайность, а именно про размер плодов. Потому что вот под этим видео у меня написано «Это видео может пригодиться тем, у кого очень маленький участок и на учете каждый сантиметр земли, как у меня». Я покажу, как я выращиваю штамбовые томаты на крошечной полоске грунта, и они дают мне богатый урожай, без подкормок и... Ну, там дальше не буду читать. Я его включу сейчас без звука, потому что второй раз одну и ту же тему слушать нам не обязательно. Я буду говорить свой текст, а вы будете смотреть именно вот тут посажены те сорта, о которых я сейчас буду рассказывать вам. Очень интересует многих именно набор вот этих сортов, которые не все любят высокорослые, индетерминатные сорта, не все любят огромные вот такие, которые выше человеческого роста. Если вы занятый человек и много времени находитесь на работе, то, конечно, вам пригодятся вот такие компактные, неприхотливые сорта, даже не из-за того, что у вас маленький участок, может быть, у вас и большой участок, но просто вот такие сорта, они проще в уходе. Вот сейчас я показываю, я показывала, снимала просто с целью показать, какая урожайность, и поэтому у меня там текст только про количество плодов. Ну, конечно, можете сразу посмотреть и количество плодов, но я хочу вам указать на то, посмотрите, какие они маленькие, какие они маленькие и компактные, но как они увешаны, нагружены урожаем, особенно вот там, где вот только что прошли впереди. Сейчас я буду называть все сорта из своего каталога, которые вот такие компактные, и которые не только компактные, но и толстоногие. Вот видите, вот метелица, как вся буквально улеплена. Так, первый номер Демидов, да, второй номер Настенька, да, Алтайский Сюрприз, третий, да, но эти сорта, если вот эти у нас 45-50 сантиметров, дальше про них покажу, то первый, второй и третий номер, и еще четвертый, они 70 сантиметров, они будут чуть выше, но все равно они очень компактные, их можно вырастить без подвязки, без посынкования. Дальше идем. Пятый номер Ренет, да, очень компактный, он точно вот такой вот. Шестой номер Санька, он компактный, но не толстоногий, он никак утренет. Петруша седьмой, компактный, но не такой высоты, а ближе к Демидову 60 сантиметров. Дальше яблоки на снегу, они компактные, но не толстоногие. Буян, да, вот он он, вот видите, буян продолговатый, он и компактный, и толстоногий. Дальше идет ультраскороспелый, компактный, но не толстоногий. Дальше идет челнок, да, и компактный, и толстоногий. Толстоногий, это значит в рассаде не вытягивается. Потом, сейчас как будет, удачный кадр, чтобы можно было смотреть только те томаты, я остановлюсь и будем дальше, не надо нам рассматривать перцы. Так, потом идет тринадцатый, перчики нет, банан красный нет, банан оранжевый нет. Потом, так, так, все, стоп, стоп. Потом сибирский скороспелый, он компактный, но не вот такой. Дамский пальчик нет, не толстоногий, огородный колдун нет. Дальше идут вот эти сорта, которые нам именно нужны с восемнадцатого по двадцать второе. Именно вот это вот, это восемнадцатый полюс. Девятнадцатый такой же снежная сказка. Двадцатый метелица, был вот здесь правее, я вам показывала. Двадцать первый таймыр. А, нет, это таймыр, полюс вот здесь. Вот это таймыр. Потом двадцать второй Аляска такой же. Двадцать четвертый Роза Ветров. Вот это все, которые у меня в первых номерах. Потом дальше еще добавились нынче такие же сорта. Клуша, Москвич и какой же, ну, по-моему, однако все. Вот эти все сорта, которые я назвала, именно те, которые компактные и с толстым строением ствола. То есть, их можно посадить и рассаду можно передержать немного дома в лотке. Она не вытягивается, она не падает. Это вот для занятых, для занятых, для таких работающих огородников. Потом, когда вы высадите, их можно очень долго не подвязывать. В крайнем случае, можно не подвязывать вообще. Я вот, видите, у меня они подвязаны только потому, что очень много плодов. Они обваливаются, они ломаются, они падают, потому что очень навешаны, ну, урожаем увешаны. Вот, то есть, их можно не подвязывать. Сейчас. Вот оно. Это вот таймыр, а вот это вот полюс, он еще меньше. И вот их можно не подвязывать. То есть, когда они, вот урожай вырастет, они могут просто лечь и лежать. Если вы боитесь, что у вас там, ну, будет влажно или они сгниют, ну, как обычно они не гниют, можете протянуть вот эту черную агроткань, агроволокно, и посадить на, ну, высадить на черную ткань, чтобы не было сырости от земли. Или, если кто мульчирует, то еще проще, замульчируете, и она будет лежать, это, ну, кустик томат на земле. Все. Не буду много времени вас отвлекать. Вот я перечислила те сорта, которые, потому что кто-то, люди от обилия такого ассортимента теряются, не успевают даже вот это подробное описание прочитать. Вот эти сорта, которые могут выращиваться без подвязки, без посынкования, они очень экономны в использовании, 5, 6, 8 кустиков на 1 квадратный метр можно высадить, занимают очень мало места. У них не очень крупные плоды, до 100 граммов, но зато они сильно-сильно неприхотливые и могут выручить вас в любую погоду, если у вас короткое лето, это вот ваш выход, это ваш идеальный вариант. Все, до свидания. Это была тема самые компактные сорта томатов.